МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель Европейского парламента Мартин Шульц считает, что результаты провалившегося референдума в Венгрии по квотам Евросоюза на прием беженцев стоит использовать для переговоров по поводу европейской миграционной политики. По словам Шульца, сейчас есть реальная возможность найти компромисс между сторонниками и противниками этой меры. Голосование прошло по инициативе премьера Виктора Орбана, известного евроскептика и ярого противника приема беженцев. Депутат Европарламента от Бельгии Филипп Ламбер полагает, что итоги несостоявшегося референдума могут сыграть на улучшение имиджа Венгрии. В свою очередь, британский евродепутат Найджел Пол Фараж приветствовал результаты голосования в Венгрии и услышал в них отголоски Brexit. Чрезвычайное положение в Турции продлено на три месяца, начиная с 19 октября. В этот день истекает срок предыдущего ЧП, который власти ввели 20 июля. Режим чрезвычайного положения был введен после неудачной попытки государственного переворота, которая произошла 15 июля этого года. В ходе переворота погибли около 250 человек. Власти Турции обвинили в его организации живущего в США проповедника Фетхолу Гюлена. Сам он отрицает причастность к мятежу. В ходе чисток, проведенных правительством после попытки переворота, несколько десятков тысяч человек были выдворены из страны или лишились работы. Количество арестованных оценивается в 32 тысячи человек. Накануне турецкие власти арестовали брата Гюлена, ставшего первым из близких проповедника, попавшим под арест. Сообщается, что антитеррористическое подразделение полиции смогло найти его по наводке одного из родственников. О событиях в стране президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана, Астану, где сегодня примет участие в российско-казахстанском бизнес-форуме и в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главным событием визита Владимира Путина в Астану станет его участие в работе 13-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, основной темой которого в этом году станет развитие транспортно-логистического потенциала евразийского пространства. Международные резервы Казахстана в сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,2%, а с начала года на 4,8%, в составе 95,8 млрд долларов США. В частности, по предварительным данным, на конец сентября 2016 года золотовалютные резервы Национального банка Республики Казахстан составили 31 млрд долларов. Валютные активы Национального фонда РК снизились и достигли 64 млрд долларов. В Казахстане по состоянию на 30 сентября 2016 года с начала проведения кампании легализовано 105 объектов и ценных бумаг на общую сумму 853 млрд тенге, а также денег на сумму 1,681,5 млрд тенге, указывается в сообщении Министерства финансов РК. В Комиссии при местных исполнительных органах в органы госдоходов поступило 108 909 заявлений на легализацию жилых объектов и нежилых объектов, в том числе коммерческих и ценных бумаг. По легализации имущества, находящегося за пределами РК, в органы госдоходов поступило 176 заявлений. В бюджет в виде сборов поступило свыше 4 млрд тенге. Напомним, кампания по легализации имущества началась в Казахстане 1 сентября 2014 года и продлится до 31 декабря 2016 года. Известный шведский путешественник Кристиан Бодегрен намерен оригинальным способом прорекламировать предстоящую в Астане международную специализированную выставку Экспо-2017. С начала октября 2016 года до июля 2017 года он пересечет Казахстан с востока на запад, «Верхом на верблюде». О своих планах путешественник сообщил накануне на встрече с комиссаром Экспо-2017 Тропилем Жошибаевым в Астане. В свою очередь Жошибаев пригласил Бодегрена посетить выставку Экспо-2017. По возвращении из путешествия пожелал ему счастливого пути и передал флаг Экспо. Выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года с участием 100 стран мира. Городским событием в Ак-Тубе стартовал отопительный сезон. Около 400 жилых домов и свыше 140 социальных объектов уже подключены к централизованному отоплению. В то же время в правительстве Казахстана поставили под сомнение высокую готовность коммунальных предприятий к работе в осенне-зимний период в североказахстанской, западноказахстанской и актюбинской областях. В самом АО «Трансэнерго» рапортует о собственной стопроцентной готовности, не комментируя ситуацию на других аналогичных коммунальных предприятиях области. На сегодня тепло подали во все социальные объекты – школы, детские сады, больницы и интернатные учреждения. Всего этим летом АО «Трансэнерго» отремонтировала более трех километров теплосетей, вскрытые из-за ремонта участки на предприятии, обещают привести в порядок в самое ближайшее время. В Казахстане впервые на базе Актюбинской областной больницы провели лапароскопическую операцию по пересадке печени. Это когда фрагмент печени отделяют внутри донора. 20-летний парень отдал часть органа своему родному 35-летнему брату, страдающему циррозом печени, брюшной полости эндоскопа, на мониторе все, что скрыто от глаз. Данная операция транслировалась в 3D-формате в конференц-зале областной больницы в рамках шестого съезда эндоскопических хирургов. Мероприятие организовано с 3 по 6 октября. На него съехались специалисты из тех регионов Казахстана. Операцией по трансплантации руководил профессор-уссиолог Ванг Вунг Ли и Жаксалак Доскалеев. Пациенту она проведена абсолютно бесплатно. Государство обходится примерно в 70 тысяч долларов. В городском филиале партии «Нуратан» подвели итоги работы общественной приемной за 9 месяцев текущего года. За данный период поступило 635 обращений граждан, 200 из которых решены положительно. С начала года депутатами городского маслехата были проведены 154 встречи с населением. 47 раз октябинцам была предоставлена возможность задать свои вопросы районным акимам, их заместителям и руководителям госорганов. Это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова